Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Жители Нового Города останутся без холодной воды. В Димитровградской школе номер 10 приостановлены занятия. В областном парламенте распределились 7 миллиардов рублей. Накануне в Ульяновск приехал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Вопросы развития промышленности и планы на будущее он обсудил с главой региона. Совет по развитию промышленности прошел на базе Ульяновского государственного университета. Там же заключили взаимовыгодные соглашения. В Ульяновском государственном университете состоял заседание Совета по промышленной политике Ульяновской области. Мероприятие посетил столичный гость Владимир Гутенев. Перед началом Совета первый зампред Госдумы по промышленности оценил работу нашего региона. Успехи в развитии местных предприятий его порадовали. Мы видим, что увеличили объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы видим, что несмотря на снижение объемов аэрокомпозита и авиационного завода, тем не менее, контрактация очень хорошая. Наибольший вклад в развитие отрасли принадлежит ведущим направлениям. К примеру, индекс промышленного производства автомобилей превысил 107%. Положительная динамика, по словам экспертов, сохраняется в 2019 году. По итогам января этот показатель составил 100,6%. Глава региона Сергей Морозов поблагодарил федеральных гостей за совместную работу. Я хотел бы от лица и руководства Ульяновской области, и от лица вас всех, представляющих наш один из самых главных коррекционных советов, совет по промышленной политике. Поблагодарить Владимира Владимировича за очередной визит в наш регион, за внимание к промышленному комплексу, да и за поддержку, которую мы постоянно от него получаем в его лице и от его коллег, наших коллег и по Союзу машиностроителей, и по комитету. В 2018 году сразу несколько предприятий получили 10 миллиардов рублей субсидий. Среди них ИСУЗа, УАЗ, Номотекс, Ульянский механический завод. Сумма внушительная, поддержка от федералов ощутимая. Особое внимание хочу акцентировать на деятельности фонда развития промышленности федерального, что программа создает в системе предприятия получить доступ к льготным взаимодействиям, необходимый для запуска производства и уникальных отечественных продуктов, а также аналогов и даруных разработок. В присутствии федеральных экспертов члены совета обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров в эпоху индустрии 4.0. Кульминацией совета стало подписание четырехстороннего соглашения о технологическом развитии между Ульяновской областью, опорным университетом, агентством технологического развития и ассоциацией Технет. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. После разговоров о промышленности перешли к теме развития молодежных объединений. Владимир Гутенев встретился с ребятами, которые принимают активное участие в общественной жизни. На площадке партии «Единая Россия» депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с активной ульяновской молодежью. На встрече присутствовали участники конкурса «Лидер России», проходящего по инициативе президента Владимира Путина. Это соревнование для управленцев нового поколения, делающих первые шаги по карьерной лестнице. Самое большое, что дает конкурс, это понятие себя, где ты реально находишься, оценить себя объективно, получить объективную оценку самого себя. В результате проведения полуфинала каждый полуфиналист получает индивидуальную шкалу оценки, в которой проставились баллы по, по-моему, пяти или шести компетенциям и персональные рекомендации по их развитию. Владимир Гутенев отметил, что в области проводится грамотная работа с молодыми людьми. В ее число входит региональный аналог конкурса «Лидеры России». Такая политика вносит свой весомый вклад в развитие области. Вы знаете, у меня впечатления о ульяновской молодежи не изменились. Они сформированы давно, это действительно очень классные ребята. С одной стороны, патриоты своей малой родины, с другой стороны, свободные и незашуренные люди. На встрече присутствовали кандидаты в депутаты молодежного парламента от партии «Единая Россия». Молодым людям представилась возможность пообщаться в неформальной обстановке с политиком федерального уровня и оценить не только региональную повестку. Круг их вопросов был значительным. От развития сельских территорий до запрета продажи вейпов для несовершеннолетних. Сейчас молодежь очень заинтересована в политике, в развитии региона, в общественной жизни в целом страны. И кто, как не молодежь, может указать власти, где есть проблемы, как их решить, привнести некий такой новый взгляд на некие вещи. Но для этого молодежи нужно помогать. Как отметил на встрече Владимир Гутенев, молодым людям нужны грамотные наставники. Они помогают не допускать утечки кадров в другие регионы и за рубеж. К счастью, такие наставники в области есть. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда. Министерство образования Ульяновской области продолжает проверку по факту нарушений, выявленных при капитальном ремонте средней школы номер 10 в Димитровграде. Напомню, учреждение было закрыто на ремонт еще три года назад. Сроки завершения постоянно сдвигаются. На сегодняшний день планируют сдать отремонтированную школу к первому сентября этого года. Ремонт длиною в жизни. Представители родительской общественности со слезами на глазах рассказывают о положении дел, получившей в народе статус многострадальной школы номер 10 в Димитровграде. Учебные учреждения закрыли на ремонт еще в 2016 году из-за аварийного состояния здания. Однако школа, в которой учатся 350 детей, половина из которых ребята с ОФЗ, до сих пор не функционируют. Все они сейчас ходят на занятия в другие школы, хотя финансирование из регионального бюджета осуществляется непрерывно. К слову, на ремонт учреждения только в прошлом году выделили 24 миллиона рублей. И в школе сейчас, ну непонятная ситуация, ремонт, я так думаю, что к первому сентября 2019 года не будет закончен в полном объеме, потому что постоянно сроки сдвигаются, ремонт выполняется некачественно. За ходом ремонтных работ и приемкой чуть ли не в ежедневном режиме как раз и следит неравнодушная родительская общественность. С их слов, местная власть и подрядчики словно не видят всех дефектов, а их в работе пруд-пруде. Или попросту закрывают глаза, не идут на контакт, не отвечают на вопросы и не приходят на встречи рабочей группы. А в декабре прошлого года вообще вернули обратно 2 миллиона рублей из этих денег в региональную казну, якобы как не использованные по назначению. При этом нам кричат, что денег нету. Что сделали? Окна сделали. Да, вопросов по окнам у нас как бы не возникло. По отоплению у нас возникает вопрос. 2 миллиона отправляют в область, а отопление в школе на конец 2018 года не доделано. Радиаторы стоят не везде. Также возникает вопрос, качественно сделано отопление или нет, потому что в школе прохладно. До сих пор также не сделан пол, а особая боль для родителей это кровля. С крыши свисают метровые сосульки. Это после полного ремонта. Даже будучи в аварийном состоянии, по словам родителей, такого никогда не было. Я не знаю, кто виноват. Я думаю, что заказчик ремонта в первую очередь должен нести ответственность за требования предъявлять к подрядчику. Чтобы разобраться в ситуации, родительский комитет школы приехал на очередное заседание законодательного собрания Ульяновской области. Председатель областного парламента Валерий Малышев просил подключиться к ситуации председателя профильного комитета ЗСО Сергея Шерстнева. В году заложено дополнительно 8 миллионов. Еще будут средства. Вы разберитесь, что там за ситуация, потому что идут обращения туда. Чтобы полностью завершить ремонт школе, необходимо 50 миллионов рублей. Эти деньги в региональном бюджете предусмотрены. Но стоит ли продолжать обеспечивать непрерывное финансирование, если местная власть чинит откровенный беспредел и не в силах должным образом обеспечить качественный ремонт? Вопрос пока остается открытым. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В Димитровграде пресекли деятельность цеха по производству контрафактных автомобильных запчастей. По версии правоохранителей, индивидуальный предприниматель вместе с руководством одной фирмы организовали незаконное производство запчастей для отечественных авто. При осмотре были изъяты бензонасосы, замки зажигания и ключи к ним, тросы сцепления и ручного тормоза, замки топливного бака, тверные ручки, зеркала и комплектующие к ним. Полученная продукция сбывалась над территорией Ульяновской и Самарской областей. В настоящее время органами внутренних дел возбуждены административные дела. Кроме того, по факту организации незаконного производства под разделением экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Дмитровградский проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства. Пару часов назад в Доме Советов завершилось девятое по счету заседание областного парламента. Самый обсуждаемый вопрос – это пополнение регионального бюджета более чем на 9 миллиардов рублей. На что пойдут средства, выясняла наша съемочная группа. Сегодня состоялось девятое заседание законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва. Основным вопросом в повестке дня стали поправки в закон главного финансового документа региона. Напомним, доходы областной казны увеличились на 7 миллиардов. Деньги пришли из федерального центра. Больше 1 миллиарда 700 миллионов рублей из этих поступлений в 2019 году направят на развитие культуры Ульяновской области. Львиная доля, а это больше полутора миллиардов, пойдут на реконструкцию Ленинского мемориала. Апгрейд памятника истории культуры архитектуры приурочен к его 50-летнему юбилею и 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это не только вопросы, связанные с реконструкцией и реставрацией прежде всего нашего здания, но и вопросы, связанные с созданием новой экспозиции в конечном итоге. Это и создание совершенно новых экспозиций, которые бы соответствовали самым современным требованиям. 16 миллионов 400 тысяч рублей федеральных средств направят на ремонт Ульяновского театра кукол. Еще один объект культурного наследия капитально не ремонтировали с начала 2000-х. Деньги заложены на реконструкцию исторической части здания, восстановление фундамента, замена кровли и ремонт, первый этап реконструкции. Второй этап реконструкции предполагается так называемый новострой, то есть здание, которое было пристроено к историческому зданию в 2000-м году. Ну и дальше наши мечты безграничны, конечно. Но вот эти два этапа, которые мы очень хотим пройти, и до 2021 года театр предстанет в новом, совершенно свежем, скажем так, виде. Профинансируют за счет дополнительных ассигнований спортивную отрасль региона. На нужды физкультуры и спорта заложены 87,5 миллионов рублей. Так, в этом году почти на 12 миллионов закупят специнвентарь для школы Олимпийского резерва по легкой атлетике, биатлонам и футболу. В течение 2019 года достроены несколько спортивных сооружений. Это в Мелькесском районе, в Вишкайском районе, в Большом Нагаткино, в стадионах и так далее. Обсуждению поправок в бюджет пришествовал очередной красный всплеск эмоций. Представители фракции КПРФ вновь взялись за старое. И демонстративно перед началом обсуждения повестки вывесили на трибуне плакат с компрометирующим лозунгом. На заседании также присутствовал депутат Государственной Думы Алексей Куриный. Слуга народа хотел вне очереди взять слово и выступить с претензиями к губернатору. Правда, просьбу отклонили. Поэтому Алексей Владимирович предпочел обидеться на коллег и уйти в заседание. Вместо того, чтобы заниматься вопросами избирателей. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В Совете Федерации приняли постановление, сформированное по итогам дней Ульяновской области. Трехдневное мероприятие прошло несколько недель назад в Москве. Ульяновская делегация представила сенаторам накопленный опыт в самых разных отраслях. А на заседаниях профильных комитетов внесли на обсуждение несколько важных для регионов инициатив, которые и пошли в постановление. Подробности в нашем материале. За круглым столом собрались депутаты Госдумы, представляющие Ульяновскую область, а также члены регионального правительства. Темой для разговора стала реализация послания президента и итоги дней Ульяновской области в Совете Федерации. Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку проектов региона и привлечение в областной бюджет федеральных средств. Напомним, речь идет о 7 миллиардах рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 3 миллиарда 218 миллионов рублей. И это существенно выше, чем было год назад. В ближайшее время в Совете Федерации сформируют постановление по итогам дней Ульяновской области. Речь идет о 13 проектах с общим объемом финансирования в 50 миллиардов рублей. Все эти инициативы представили ульяновцы в Москве. Поэтому каждый депутат сегодня получил направление, где он может принять свои силы. Ну и мы все в одной семье, естественно, будем помогать друг другу, чтобы все вопросы, которые сегодня губернатор перед нами поставил по Ульяновской области, мы будем выполнять и будем работать на благо Ульяновской области. Каждый из проектов будут курировать депутаты Госдумы. К примеру, член Комитета по образованию и науке Григорий Балыхин возьмет под личный контроль строительство школ и детских садов в районах области. Для меня важно то, что мы должны взять на контроль строительство двух школ на 1400 мест. Это полтора миллиарда рублей. Это одна школа в Новоспадском районе, а другая в Димитровграде. Сергей Маринин и его коллеги по фракции ЛДПР возьмут на контроль строительство левобережной развязки президентского моста. На это направят 3 миллиарда рублей. Также в их ведении будет модернизация очистных сооружений в Димитровграде. На это направят около 250 миллионов рублей. Анна Тищенко, Новости Ульяновской правды. Сельхозпредприятия Ульяновской области продолжают подготовку к весеннеполевым работам. По информации Министерства агропромышленного комплекса, общая посевная площадь составит чуть больше 1 миллиона гектаров. Соответственно, этому намечено увеличить площади зерновых и зернобобовых культур почти на 5% выше прошлогоднего уровня. По сравнению с прошлым годом, на 4,5% увеличилась потребность в семенах яровых культур. Сегодня она составляет 68 тысяч тонн. Жители Заволжья останутся без воды. Из-за аварийной замены задвижки по проспекту авиастроителей холодная вода будет отключена сегодня с 22.30 до 6 утра 28 февраля. Воду отключат в нескольких домах по проспекту Туполево, Ленинскому, Комсомола, Ульяновскому, Бульвару Новосандецкому и Фестивальному. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!